Бобручане знают и помнят героев, павших за свободу и независимость нашей Родины. Обелиски, мемориалы и курганы – символы незабвенной народной памяти. Отголоски героев, павших в боях за Родину. В далеком 41-м году при наступлении на левом крыле Западного фронта части немецкой армии Центра столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Насмерть за свою страну стояли курсанты Бобруйского, военно-тракторного училища. Они несколько дней держали оборону вдоль реки Березина. Спустя 7 десятилетий их подвиг увековечили памятным знаком. Сегодня, как видим, открылся памятный знак, камень, который будет стоять в память нашему молодому поколению, наследникам Погведы, которые будут сюда приходить, узнавать свою историю и будет это передаваться из поколения в поколение. Вечный огонь! Под мраморными плитами в братской могиле обрели покой 117 воинов, погибших при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к этому надгробию возложили цветы и почтили память героев минутой молчания. Те события 44-го года, конечно же, лежат глубоко в сердце. Мы должны помнить об этом. Воспитывают наше подрастающее поколение, дабы не допустить вооруженных конфликтов в нашей стране. И действительно, сегодня дети гордятся тем, что они живут в счастливой, процветающей Беларуси. 3 июля Беларусь отметит свой главный праздник – День независимости. В Бобруське с самого утра торжества пройдут у мемориала воинам-освободителям, на площади Победы и у памятника жертвам фашизма. А на центральных улицах продолжится патриотическая акция «Беларусь помнит». Присоединиться к шествию праздничной колонны может любой желающий. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруськ, 360.